14 мая 2021 года здесь, в здании мэрии, собрались все первые лица нашей республики. Собрались депутаты и Петрозаводска, и законодательного собрания, члены правительства. Сегодня здесь была инаугурация, церемониальная часть, в которой нынешний, уже нынешний глава Любарский Владимир Константинович принес присягу служить городу, служить Конституции Российской Федерации, Конституции Карелии. Это было очень торжественно и очень эмоционально. Освещенную вступление в должность главы Петрозаводского городского округа. Я, Любарский Владимир Константинович, вступаю в должность главы Петрозаводского городского округа. Торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации и Республики Карелия, устав Петрозаводского городского округа. Справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, уважать, защищать права человека и гражданина. Честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города. На инаугурации присутствовал глава Республики Карелия Артур Олегович Парфенчиков, который подчеркнул, что он давно знает Любарского, десятки лет. Он служил с ним и здесь, в Петрозаводске, и в Москве. И он характеризовал его как честного человека, хорошего управленца и как командного игрока. Что очень важно, и Любарский тоже называл эту командность для Петрозаводска, это очень интересный сигнал. Дело в том, что бюджет прошлого года Петрозаводска, он был космический по отношению к другим годам. Он составлял более 7 миллиардов рублей в год. И если Любарскому удастся принести городу эти же деньги в году следующем, это будет уже очень серьезный шаг. Не забудем, что прошлый год это был год столетия. И такие же средства может принести только республика. Только федеральные работы в национальных проектах могут нам помочь. То есть вот эта командность, давайте мы ее отметим, нам нужна. Понятно, что мы будем в рамках наших очень многих программ, нацпроектов, безусловно, значительную часть этих вопросов объективно реализовывать в Петрозаводске. Это начиная из социальной сферы, детских садиков, школ. В полушутке, полусерьезно. Но отмечали спортивную составляющую нынешнего сити-менеджера, говорили о его моржевании. О том, что он любит бегать по набережной, о том, что его можно увидеть на лыжах, где-то на фонтанах. И пожелали ему теперь эту спортивную составляющую переводить на районы города Петрозаводска, чтобы там он проводил свои забеги. Вот такие звучали сегодня вещи о том, что выступал бывший заместитель главы города Петрозаводска Склярский Аврам Михайлович. А он, на минуточку, некий символ еще Сепсиковской администрации Павла Васильевича. Это как бы некий знак самого сказочного города Петрозаводска, когда служила городу администрация Павла Сепсикова. Так вот, Склярский напутствовал нынешнего главу и именно перечислил самые болевые точки нашего города. Да, действительно, сегодня скрывается новая страница в истории города Петрозаводска, значит, новая глава городского округа. У населения всегда, ну так заведено, так, наверное, естественно, с этим связаны и новые надежды. Надежда на справедливое решение тех проблем, которые есть у людей. Надежда на то, что город Петрозаводск избавится от пыльных бурь, от бесконечных ям на дорогах, от того, что весной асфальт уходит вместе со снегом. Это прописные истины, я все знаю. Сейчас нам всем интересно, с чего начнет свою работу нынешний глава Петрозаводского городского округа Владимир Константинович Любарский. То ли с решения транспортного вопроса, то ли с вопроса дворов, то ли аварийная тема, то ли ливневка. Мы не знаем. Обещал быть открытым для прессы. И в частности нашей телекомпании Ника обещал прийти в студию и ответить на все, которые возникнут у нас в вопросы. Посмотрим.